Глава государства подписал постановление о дополнительных организационных мерах внедрения науки и инноваций выращивания хлопка для повышения урожайности хлопка. Согласно документу, при президенте Республики Узбекистан будет создан Совет по хлопководству и утвержден план мероприятий, реализуемых в 13 районах. В 2022-2023 годах в качестве эксперимента для повышения плодородия почвы и урожайности хлопка внедрение научно обоснованного севооборота и новых технологий орошения будет выделена субсидия по миллион сумм на каждый гектар площади из государственного бюджета. Комментарий программы раскроет все детали. Благодаря проводимым по инициативе главы государства преобразованиям сегодня хлопководство опирается на совершенно новые подходы, демонстрирующие динамику развития. Отрасль с большим потенциалом требует постоянного совершенствования работы, что всегда в центре внимания государства, создающего самые благоприятные условия для наиболее полного раскрытия имеющегося в этом плане достаточно высокого потенциала. За последние три года хлопковым текстильным кластерам выделено более 23 триллионов сумм льготных ресурсов. Кроме того, они инвестировали почти 7 триллионов сумм собственных средств, в результате чего введено в строй около 350 крупных фабрик. Объем производства по сравнению с 2016 годом увеличился в пять раз. Экспорт в четыре раза достигнув почти трех миллиардов долларов. Как отмечалось на состоявшемся под председателем президента 28 июня этого года в виде селекторном совещании по мерам повышения урожайности хлопчатника и увеличения экспорта текстильной продукции, если пять лет назад перерабатывалось только 40 процентов заготовленного в стране хлопкового волокна, то сегодня этот показатель достиг 100 процентов. Перерабатывающие мощности достигли 1 миллиона 300 тысяч тонн, однако фактически производится 1 миллион тонн волокна. Другими словами, не хватает 300 тысяч тонн. Ожидается, что в течение следующих пяти лет нехватка увеличится еще на 600 тысяч тонн. Сегодня в стекстильной промышленности трудится 400 тысяч человек. Если всю систему правильно организовать на основе научного подхода и современных технологий, можно увеличить количество рабочих мест до 1 миллиона. В связи с этим обсуждены вопросы повышения урожайности хлопчатника на основе научно обоснованного семеноводства и агротехнологий, удвоения экспорта отрасли за счет глубокой переработки сырья. На решение этих и других актуальных задач направлено постановление президента о дополнительных организационных мерах внедрения науки и инноваций в выращивании хлопка для повышения урожайности хлопка. Узбекистан среди стран мира, на территории которых наблюдается наибольшее влияние изменения климата, что приводит к потере взаимосвязи с предыдущим опытом, достижениями в селекции, в сортах. Тем не менее, в 100-летней селекции у нас очень много сортов, которые нужно довести до кластеров. В этом смысле данный документ является поворотным с точки зрения экономики и повышает эффективность кластерной системы, открывает возможности по созданию добавленной стоимости на 9 миллиардов долларов. Согласно документу, внедряется новая система по повышению урожайности хлопка, налаживанию работ по семеноводству, отбору сортов, обработке удобрением, орошению земли, основанных на науке и инновациях. Для чего при президенте Республике Узбекистан создается Совет по хлопководству, деятельность которого будет направлена в частности на размножение суперэлитных и элитных семян, размножение из сев самых оптимальных сортов, выработку рекомендаций по химическим и органическим удобрениям, подходящих к применению в районах, разработку и внедрение указаний по применению эффективных препаратов по борьбе с болезнями и вредителями хлопчатника, а также севу и размножению семян сортов хлопчатника, подходящих для почвенно-климатических условий регионов, повышению плодородия почв. Председатель Совета по хлопководству ежемесячно будет информировать президента о выполнении возложенных задач. Каждое решение Совета по хлопководству определено обязательным для исполнения. Это очень большие полномочия, и в первую очередь необходимо с выходом на место изучить сегодняшнее положение дел. Конечно, есть положительный опыт. Имеются фермеры и кластеры, на полях которых урожайность с гектара составляет 50-70 центнеров. Вместе с тем мы не можем похвастаться общим показателем урожайности. Второй вопрос связан с себестоимостью урожая. Стоит задача по ее снижению и повышению общей урожайности на 30%. Утверждается регламент, состав группы управления Совета по хлопководству, а также план мероприятий и перечень проектов в направлении хлопководства, реализуемых в 13 районах, в которых будет налажена деятельность Совета по хлопководству. На основе соответствующего постановления главы государства 25 марта этого года, в 2022-23 года, в качестве эксперимента для повышения плодородия почвы и урожайности хлопка, внедрение научно обоснованного сева оборота и новых технологий орошения из государственного бюджета, будет выделена субсидия в размере 1 миллиона сумм на каждый из 127 тысяч гектаров площадей. В каждом районе будут созданы рабочие группы, которые в соответствии с новым порядком по повышению урожайности хлопка с выходом на места на основе анализа будут предоставлять группе управления Совета по хлопководству предложения, соответствующие почвенно-климатическим условиям района по семеноводству, отбору сортов, обработке земли, применению биостимуляторов, внесению удобрений, борьбе с болезнями хлопчатника и эффективному орошению. После обобщения они представляются Совету по хлопководству, который принимает соответствующие решения. Цель ученых нашей страны заключается в том, чтобы разработать именно эффективные, экологические, безвредные, безопасные новые биопрепараты для повышения урожайности хлопчатника. С этой целью мы сейчас начнем работу по выделению новых штаммов, по изучению их биологических свойств именно для регионов нашей республики. И в дальнейшем, что нас будет ожидать, это разработка новых местных биопрепаратов, которые будут эффективны для использования в Узбекистане для каждого региона по отдельности. Председатель Совета Министров Республики Караклапакстан и Хакимы областей будут оказывать содействие эффективной организации деятельности рабочих групп 13 районов. Насчет Министерства инновационного развития и сфондов по развитию текстильной и швейно-трикотажной промышленности, а также развития сельского хозяйства и продовольственного обеспечения, намечается перевести средства на 20 миллиардов сумм, которые направят на стимулирование деятельности в этом направлении. Были утверждены составы районной рабочей группы, были привлечены более 160 ученых и специалистов в области селекции, генетики, агротехнологии, гидрометеорологии и водных проблем. Кроме этого, для внедрения новой системы будут внедрены важнейшие научные результаты, более 70 научных проектов на общую сумму 80 миллиардов сумм. В рамках рабочих групп и мероприятий будут учтены предложения более 30 зарубежных ученых и специалистов из ведущих университетов и научных центров мира. На основе положительных результатов в 13 районах примут меры по внедрению данного опыта и в других районах республики. Речь и о совершенствовании деятельности акционерного общества «Научный центр хлопка промышленности» на основе указаний и рекомендаций Совета по хлопководству. Основная задача научного центра заключается в том, чтобы обеспечить научный подход в сфере хлопководства, туда входят стандарты, нормативные документы и регламенты. Также научный центр может обеспечить повышение квалификации сотрудников хлопководов и текстильных кластеров. Кроме этого, наш научный центр может разработать новый альтернативный метод выращивания хлопчатника и получения 20 видов продукции из хлопчатника и технических семян. И дать свои научные обоснованные рекомендации текстильным кластерам. Также может обеспечить научные точки зрения качества хлопкового волокна при технологическом процессе, в который туда входит автоматизация всех процессов и проверка качества волокна при приемке и хранении хлопка сердца. Словом, определены не только дополнительные возможности для стремительного роста, но и пути их практической реализации. С акцентом на эффективность и перспективность, разумеется. Ведь каждый шаг в этом направлении решает не только важные задачи дня сегодняшнего, но и устремлен в будущее. А это уже новые показатели, достижения и горизонты.